Всем привет! Это очередной выпуск передачи Нашкач, ведущий я Егорский, и сегодня у меня в гостях Александр Скиба, он же Саша, представитель портала о танцах Udance, также организатор фестивалей Zaruba Fest, Adrenaline Fest, Feel the Beat и в общем самых мощных и качевых фестивалей в Украине. Привет! Привет! Спасибо на добром условии. Ну как есть, я же ничего не выдумал. Вот сразу можно всем немножко рассказать про Udance. Мне на самом деле интересно, как эта идея родилась, такой портал сделать, и сколько он уже живет, и как у него дела. Такой, с одной стороны, простой вопрос, с другой немножечко сложный, потому что история там достаточно длинная у этого портала. В том виде, в котором он сейчас есть, он живет уже, вот в пятнадцатом году будет пять лет как. Так это надо закатить празднование. Пьянки не будет. Ну вы, главное, диджея позовите, денег ему дай. Есть там всякие нехорошие идеи, вот, что-нибудь замутим. По поводу того, как он создавался, наверное, тоже не секрет. Как бы собирались приходить сегодня с Костей и хотел прийти. Это мой товарищ и технический директор портала. Ну у него дела. Костя, привет! Костя Трофимов. Костя Трофимов, мой коллега, друг, товарищ. К сожалению, не смог сегодня прийти. Я думаю, тоже он много чего интересного бы рассказал. Ну вот. Будем надеяться, что еще дойдет как-то до нас. До портала был такой проект ukurdance.com. Это ваш тоже проект? Да, наш проект, он начинался как информационный ресурс одной из всеукраинских танцевальных организаций. Не буду говорить какой, дабы избежать лишней рекламы. Вот. Организация до сих пор живет, работает, процветает, то есть все круто. Ну, у нас, к сожалению, пути наши разошлись из-за концепции понимания развития. Вот. Мы решили пойти своим путем. Вот. Развивать независимый танцевальный ресурс, средства массовой информации танцевальные. Несмотря на то, что он создает впечатление огромного ресурса, над ресурсом работает не так много людей. И сколько людей занимается? На данный момент можно сказать, что пятеро. Ну, грубо говоря. Немножечко больше, немножечко меньше, потому что в постоянном штате это я, Костя, есть еще Алина, контент-менеджер, которая сейчас на данный момент находится в Китае, но она работает. Интернет, он такой… Удаленно. Да. Через китайский тяжеленький Wi-Fi. Она там расшарила Facebook, YouTube через какие-то умные программы. Ну, да, там есть хитрости. Да, к сожалению, в Китае нельзя смотреть официально эти ресурсы. Ну, она умная девочка, она все сделала. Ну, наши люди-то не пропадут. Да, Алина, привет. Китай, привет. Всем, кто в Китае, привет. И у кого работает YouTube все-таки. Да, у нас сейчас, кстати, там достаточно большая комьюнити украинская в Китае работает, танцоров. Все убежали от наших украинских проблем. Благополучный Китай. Ребята, возвращайтесь, здесь много работы. Да, мы ждем. Возвращайтесь. Вот. О чем мы говорили-то? Мы говорили о портале Udance, вот, как у него сейчас дела, и как вы определили, вот, как бы, информационную сферу для себя, почему именно танцы, и, там, почему именно такие танцы. Ну, и скажи, что там вообще на портале, кто не знает, какая там информация есть. Давай я закончу о штате все-таки. Да-да-да. Вот. Скажем так, не то, что в штате, но мы постоянно еще сотрудничаем с такими ребятами, как фотографы, камерамены. Что касается фотографии, так скажем, наш конек, потому что у нас работают, я не побоюсь того слова, одни из лучших фотографов, экшн-фотографов в Украине. Один из них Виталик Юрасов, он хоть и молод, но уже, скажем, достиг определенных каких-то высот в своем творчестве, с чем его и поздравляем, и желаем дальше развиваться. Привет. Виталик Юрасов, на данный момент они с Костей готовят уже второй дансфильм-фестивал. Когда он будет? Он будет 20-21-го в Кинопанораме, так что, ребята, приходите. Это один из наших проектов, кстати. Да, фестиваль танцевального кино, да. Да, фестиваль танцевального кино один. Первый фестиваль прошел очень круто, при полном аншлаге, людям негде было сидеть, я думаю, что второй пройдет не хуже. А вот вас реально ждут порции хороших танцевальных фильмов, новых. А если ты в курсе или не в курсе, скажи, фильмы там украинского производства или всемирно? Не все, не все. Часть украинского, часть мирового. То есть это Кате прям присылают какие-то работы? На самом деле я не знаю система, как это все проходит, потому что я не являюсь организатором данного фестиваля. Я же говорю, этим фестивалем конкретно занимаются от нашего портала, как организатора Катя. Она придумала его, Костя помогает. Там еще ребята есть, которые тоже в оргкомитете. То есть, опять же таки, я думаю, что второй будет более интересным, чем первый, потому что там готовится много танцевальных перформансов от очень крутых украинских танцоров. Думаю, что ребята, которые придут на премьеры, они увидят не только кино, но увидят вживую очень крутые исполнительские номера. В общем, танцевальный вечер и вживую, и на экране. Так что всем быть. Да, всем быть по-любому. Мы рекомендуем. На данный момент портал живет своей жизнью, мы много ездим, мы, опять же таки, не только ездим, освещаем, но и организуем, как ты уже сказал. То есть, пытаемся делать сразу многие вещи. К сожалению, не все проекты, которые мы придумываем, они сейчас подлежат реализации в силу определенных причин. Они всегда одни. А на самом деле в голове проекта очень много. Надеюсь, что когда-нибудь мы их все воплотим в жизни и все от этого только выиграют. Будем надеяться. Что касается основной концепции, как ты спрашивал, она очень проста. Есть средства массовой информации, оно не под кем, оно абсолютно независимо. Да, мы высказываем свою точку зрения, она может быть субъективной, но эта площадка для всех, каждый может высказать свою точку зрения, сказать свои взгляды на какие-то вещи. Они могут быть скандальны, они могут быть нескандальны, они могут отличаться от других, они могут не отличаться от других. Можно так сказать, если там есть какой-то, скажем так, автор, у которого есть идея, он там может какую-то прям колонку вести о танцах. Так все и происходит, так все и происходит. Вот если брать Алину, допустим, у нее вышла целая серия статей на «Танцуй себе на зарплату» называются они. Да, я даже читал. Да, вот можете почитать это именно для тех танцоров, кто очень хочет за границу. Не спешите, ребята, вы прежде чем туда ехать, вы почитайте внимательно, что вас там ждет. Хорошо там, где нас нет. Сейчас, кстати, очень много объявлений по поводу работы, контракта и так далее. На самом деле я вам хочу сказать одну вещь, что прежде чем сломя голову куда-то нестись, какую-то очередную солнечную страну, где обещают золотые горы, сделайте несколько простых вещей. Спросите у своих друзей, были ли они там, что они там делали, какие бумаги они подписывали, как у них все прошло, ну и так далее. Проконсультируйтесь, если у вас есть такая возможность, с юристами. Потому что 95% предложений – это нелегальная работа, что бы вам там ни говорили. То есть реально вы не подписываете никаких бумаг. Ну, наверное, как-то так. То есть ты знаешь точно, что там не так все сладко, как многие могут сказать. Я знаю, потому что я сам в свое время проходил этот путь нелегкий, скажем так. Ты не танцевал? Нет, конечно. Вот, мы как раз плавно подошли к теме, собственно, твоего участия и твоего танцевального опыта. Был ли он? И если был, то когда? Просто я точно не знаю. По-моему, ты даже танцевал раньше. Ну, что-то там было. Ну, не может человек как бы в тусе танцевальной оказаться, который пришел, скажем так, извне. Когда ты там… То есть ты сейчас хочешь у всех на глазах меня здесь расчехлить, да? Чтобы я всем признался. Это тайна какая-то? Нет, это не тайна. Нет, ну если это тайна, то мы не будем в этом говорить. Абсолютно. Спрашивай, я расскажу все, что не тайна, наверное. Когда ты… Sorry, я немножечко болею еще, да. Ничего, как говорится, главное без нецензурных слов, а все остальное у нас можно. Болеть можно. Болеть не нужно. Ну, болеть, да, можно, но не нужно. Тоже не болей, Игорь. Да, но отвлеклись. Даже по-другому я задам вопрос. Как ты узнал о хип-хоп-культуре? Вот. И я думаю, твои танцы были связаны с хип-хопом или не связаны? Связаны. Мне всегда нравятся такие ответы. Развернутые. Да? Нет? Окей. Класс. Тогда следующего. Ну, на самом деле, большинство там занималось брекингом в основном. Или там читали рэп, или еще что-то. Или рисовали грошицы. Ну, это было, во-первых, в прошлой жизни. Ну, очень давно. То поколение, даже уже, наверное, второе, третье поколение, которое сейчас танцует, оно даже себе представить не может, что было тогда. И не нужно ничего представлять, на самом деле. Все было очень грустно. Это были восьмидесятые годы. Вот. Я, как и все школьники тогда, занимался спортом большинство. Ну, то есть... Каким? Лыжные гонки. А сейчас катаешься на лыжах? Да. Ну, только я сейчас катаюсь на горных лыжах. Я понял, что не на таких. Ходишь по паркам. Нет. Ну, на самом деле, я серьезно занимался спортом. Я был кандидатом мастера спорта. То есть, ну, как бы... Ну, спорт. Подавал надежды, так сказать, до тех пор, пока не увидел выступления Би-Боев. Ну, тогда они Брейкера назывались. Тогда Би-Боев еще таких ругательных слов никто не знал. Тогда не было такого модного слова. Да. Вот. А где ты увидел? Это был клип какой-то? Да нет, не было никакого клипа. Я увидел вживую. Было открытие одного молодежного центра. Вживую в Украине в восьмидесятых годах выступали Би-Боев. Восьмой год. Было открытие молодежного центра романтика в моем городе. Вот. Я не из Киева, я из Сум. Сум и привет. Сум и привет, да. Вот. И, в общем-то, мне зацепило. Спорт я бросил сразу. Несмотря на то, что там... Да, прям так. Да. Тренер еще полгода ходил к моей маме. Нет. Тренер еще полгода ходил к моей маме, просил, чтобы я вернулся. Но я не вернулся. Вот. Потому что вот как-то так. А вдруг сейчас бы у тебя было бы уже поколение воспитанников, медалистов в зале? Ну, прикол в том, что когда я пришел на кастинг, сейчас так это называется, тогда просто отбирали. То есть туда не так просто было попасть. Потому что, допустим, зал был небольшой на 25 человек. Жилающих было человек 600 или 700. Вот. Ну, соответственно, я никуда не попал, потому что, ну, я пришел, спортсмен такой весь. Слишком спортивный. Мне попросили пустить волну, я не смог. Сказали, чувак, иди отсюда. Иди занимайся спортом. Когда-то очень давно искал во Львове залы, чтобы потренировать брейкинг. То есть я знал, что это есть. И вот у меня не было абсолютно единомышленников. И тоже первое, когда я пришел в зал, я видел, что там танцами занимаются, как бы не особо какими-то там бальными или чем-то таким. И мне первое тоже, что попросили, показать, это волну. Волну туда, волну обратно. То есть вот такой тест, он существовал. Ну, я-то позже это у меня было, но все равно. Но я прошел этот тест. Круто. Я не прошел, но я приперся на первое занятие, сказал, вы можете меня выгонять, я все равно буду приходить. Я из-за вас спорт бросил. Я отсюда просто так не уйду. На меня махнули рукой, сказали, ну ладно, ходи. Вот такая наглая морда пришла. А сколько тебе лет тогда было? Ой, слушай, не помню. Лет 17-16, не помню. Что это такое? Или 15. Ну, короче, не важно. Вот. И все, я остался там. Через полгода, уже в апреле, мы поехали тогда, комсомольцы организовывали. Когда они поняли, что с бибоингом, с брейкингом бороться бесполезно, а боролись. Ну да, тогда же все заграничное пресекалось. Тогда это называлось насаждение буржуазной идеологии, культуры. У нас такой есть фонтан Сан-Клоу в моем родном городе. Вот мы там собирались, танцевали. Тогда было такие две основные тусы. Были скейтбордисты. Это большое чудо было. Никто не понимал, как это люди на досточках ездят. Был такой мажорчик, чувачок, приносил туда такой магнитофон модный, японский, с кассетный. О, это прям вообще... Ну, все по олдскулу, все по фэншую. Там такой троллдскул. Да. Приходили мы, была туса. Через часопол обычно приезжали менты, нас их забирали, держали до часу. Был такой товарищ полковник, там КГБист, который со всеми нами пытался проводить беседы. Воспитательные беседы, да. Ну, слава богу, в нашей тусе крыс не было, поэтому у нас все было нормально. Ну, склоняли к тому, что типа, ну, давай ты там будь в тусе, ну, давай там рассказывай, что в этом, как. Ну, то есть смешно. Это сейчас смешно на самом деле, тогда это не смешно было. Ну, то есть, окей. Да, это тоже такая тема. Но это для вас недолго, потому что, я же говорю, когда комсомольцы поняли, что это можно использовать, а не нужно с этим бороться, они начали это использовать. То есть, они разрешили открыть танцевальные школы по брейк-дансу, начали проводить сами какие-то, организовывать фестивали. Смешно они их называли. Вот туда, куда мы первый раз поехали, это был там первый чуть ли не чемпионат Украины. Ну, один из первых, окей. Потому что первый это… Как он назывался? Ритм-88. Есть? Надо загуглить видео. Не загуглишь. Тогда еще видео не снимали. Ну, по крайней мере, у нас не снимали. Тогда каждый второй с GoPro не ходил на фестиваль. Нет. Нет. Тогда там 2-3 камеры на весь город было, все их знали. Большие деньги люди зарабатывали, чтобы видео снять. Тем не менее, мы поехали туда, мы там заняли первое место. А где это проходило? В Запорожье. Там, кстати, достаточно много команд приезжало из Мелитополя, и Запорожья, и Харьков там был. То есть, ну, нормально. А потом уже это стало все развиваться и развиваться. Основные такие тусы были в Харькове. Была такая группа Turbo там. Да, я наслышал. Вот, наш учитель, который нас учил, он ездил в Москву учиться. То есть, к ребятам тогда это просто было. Поезд стоил 3 копейки, сел, поехал в Москву. Вот, приезжал, снимал он все на кинопленку, проявлял. Вот, вешал простыню, заряжал этот кинопроектор. И мы все это смотрели. Все, я же говорю, все было интересно достаточно. То есть, у тебя была какая-то у вас сформировалась команда? Да, да, у нас там своя туса была, импульс называлась. Ну, тогда все по-советски называлось. Ну, на самом деле оно круто звучит. Ну, нам нравилось. То есть, это как бы было обосновано, импульс. Потому что мы больше как бы танцевали, как тогда было принято называть верхний брейк. То есть, у нас было пару пауэрмовщиков. Тогда, я думаю, большей частью и только вверха валили. Да. Потому что, наверное, по ним больше информации было. Ну, и вообще, как бы олдскульный-то брейк. Да, потому что основа, что это? Это Breakdance 1, Breakdance 2 были фильмы, которые там правдами-неправдами привезли, там смотрели, пересматривали по сто тысяч раз. Потом вышел такой советский фильм «Курьер». Да, вот только хотел спросить, да. Тоже, как бы, ну, собственно, мы ходили раз сто на него. Ну, мы смотрели его в начале и в конце, где танцевали люди. То есть, все остальное, как бы, мы уже наизусть. А фильм, он вышел тоже раньше 90-х годов, да? Да, вот приблизительно в это же время. Вот, поэтому, просто я же говорю, тогда, в основном, эта вся тема развивалась в Прибалтике и в Москве. Ну, то есть, там, где была информация, там, где больше люди ездили за границу, привозили материал, как бы. А в Прибалтике тогда очень крутой был фестиваль, назывался он «Попугай». Вот, и, как бы, все самые продвинутые бибой ездили туда за информацией, ну, то есть, как бы, там… Я, по-моему, видел видос, когда топ-найны там чуть ли не первый раз приехали тоже, как бы, ну, за… Ну, тогда это все было СССР, да, получается? Да. Вот. То ли это был первый фест, куда они приехали вообще участвовать, то ли что-то такое. Топ-найн? Даже не топ-найн, а… Нет, подожди. Дабуги-крю. Дабуги-крю. Джемстайлы Дабуги, да. Топ-найны тогда, наверное, только родились. Топ-найны тогда еще, да, не родились, на самом деле. Маленькие детки такие бегали. Джемстайлы Дабуги, да, и они там сняли видео тоже, это было прям такое, они привезли кусок информации плотный, а туда поприезжали из Европы, чуваки, я не назову команду. Ну да, вот в Прибалтику как-то проще, люди ехали туда, то есть там, я же говорю, основная информация там бралась, в общем-то, в то время. Ну, тогда это даже, наверное, не первая, нулевая какая-то такая волна была. Она очень быстро закончилась, к сожалению. Вот, и потом уже такая смесь стилей пошла всяких разных. Как-то вот Би-Боинг, он так немножечко угас. Ну да, как оно всегда, оно идет волнами. Сейчас, мне кажется, тоже эта волна, ввиду тоже и событий, и вообще даже до событий, как бы волна и брейкинга, и вообще какого-то как бы стрит-дэнса немного угасает. Ну, я так считаю. Ну, это смотря с какой стороны смотреть. Ну да, то есть фесты все равно есть, но, ну, не суть. Это тоже, можно сказать, мое субъективное мнение. Что еще интересно, мне хотел спросить, а до какого года ты активно танцевал? И танцевал ли ты там, может, что-то кроме брейкинга? Ну, часто бывает, там, человек хочет развиваться, дальше ему интересно, там, и там. Ну, те, кто меня знают, они знают, что я танцевал все на самом деле, потому что после брейкинга я, как ни странно, начал заниматься бальными танцами. Причина очень проста. Мне просто девочка понравилась там. А, вот так вот. Это прям как в фильме какой-то, шаг вперед, брейкер и балерина. Ну, как бы это не мое основное занятие было. То есть я занимался, параллельно я занимался всякими современными направлениями. То есть мы там с моими товарищами одновременно делали команду еще одну. Выступали у себя в городе на разных событиях. Вот, то есть такие модные пацаны были. Хип-хоп танцевали. Вот. Делали, одни из первых делали фесты. Вот, первый свой фест я сделал, если мне не изменяет память, в 92-м году. Ой, подожди. Да, в 92-м. Вот. До этого у нас был такой интересный опыт. Было такое шоу, одно из немногих, наверное, единственное в своем роде в Советском Союзе. Утренняя звезда называлась в Москве. Потому что там мы тоже хорошо так засветились, поехали туда. Да. Да. Есть видео? Да, есть где-то, на самом деле. Надо нарыть. Вот. Как бы, тогда мы там еще три зрительских симпатий какой-то завоевали. Ну, тогда для нас это как бы значимо было. Ну, типа Москва, столица там, да. Какое-то шоу, телек там, все дела. Ну да, это тогда было намного как-то приоритетнее, наверное, чем сейчас. Вот. И мы оттуда приехали, и мне не хотелось дальше этой всей фигнёй заниматься. Мне хотелось самому что-то начинать делать. То есть, как бы, уже, наверное, какие-то организаторские штуки у меня тогда уже появились. То есть, мне хотелось самому какие-то фестивали делать, шоу там, еще чего-то. Ну, то есть. То есть, тебе, ну, тебе уже танцевать не хотелось? Нет, нет, танцевал я активно достаточно долго. То есть, я закончил танцевать активно, я сейчас тебе скажу, в каком году. Дай бог памяти. Ну, 2004-й, наверное. Ты прям считал так. Ну, я... Блин, а я в 2000-м только начал. Представляешь? Ну, ну, мы еще в деле, в теме. Это главное, наверное. Хорошо, круто. На самом деле, очень интересно узнавать такие штуки, потому что, ну, мало кто, допустим, из молодых, кто приходит в культуру там или вообще в танцевальную дежуху. Ну, типа, они там ничего не знают, кто это, что это, типа. Просто я хочу сказать, что больше, скажем так, я работал и проявился как тренер, чем как танцор. Окей? Просто у меня очень много было танцуальных всяких проектов. Вот, я достаточно долгое время работал за границей в Италии. Вот, и как бы основную, ну, скажем так, основной танцевальный опыт и как танцора, и как тренера я приобрел все-таки там. Потому что в 90-х годах здесь нереально было чему-то где-то научиться. Во-первых, это было, ну, у нас не было здесь учителей. Если сейчас с этим проблем нет, то есть есть учителя, украинские, достаточно хорошие. Они есть, они есть в Киеве, они есть в Харькове, они есть в Днепропетровске, то есть они есть. Вот, и сейчас у ребят, у которых нет, допустим, финансовой возможности поехать в Европу, они спокойно могут это делать здесь с достаточно небольшие деньги, я считаю. Ну, да. Вот. Тем более, опять же-таки, смотря кто чем занимаются. Если мы говорим в контексте хип-хопа, брейкинга, то в Киеве, я знаю, есть несколько школ, где ребята могут и бесплатно в том числе получить какую-то информацию. Пускай минимальную, но могут там даже, окей. Вот, ну, насколько я знаю. Ну, да, я хотел просто сказать, что есть интернет, и при желании можно прям целые мастер-классы мощных танцоров посмотреть, не выходя из дома. Можно, но я могу сказать по опыту, что не нужно этого делать, то есть все-таки нужно учиться вживую. Не, ну, живое, живое, опыт общения, да, да, это по-любому, но там… Более я скажу того, что YouTube, он вреден для здоровья танцора. То есть те, кто много смотрит видео в YouTube, обычно это плохие танцоры, честно. Вот, потому что… Ну, я имею в виду, когда ты учишься, тебе нужны там какие-то базовые степы. Окей, базовые степы окей, но все равно у нас, когда ты смотришь телек или монитор, это двухмерное изображение. Ты все равно… Ну, это не то, чувак. Здесь я могу спорить очень долго. Нет, я не буду спорить, я хотел сказать, что YouTube – это теперешний телевизор. Все там, кто бьет себя в грудь, там, я телевизор не смотрю, и просто он целый день в соцсетях и там и на YouTube залипает. Ну, то же самое, тот же залипал. Не совсем, просто по телеку ты смотришь то, что тебе парят, а там ты смотришь то, что ты хочешь смотреть, в этом вся разница. На самом деле в интернете уже тоже много такого, что тебе реально парят, если разобраться. Если даже взять, там те же соцсети, тот же YouTube, там всякая реклама есть, тебя куда-то уносят в какие-то рекомендованные видео, которые тебе не нужны, и ты просто класс-класс, и ты уже не понимаешь, что ты хотел посмотреть. Ну, такое тоже есть. То есть, я думаю, мало кому прям удается так, так, я зайду сейчас на Facebook, напишу, там, чуваку поделаю, и все. Нет, ты заходишь, и понеслась у тебя лента новостей. Это ты о себе, да? О себе тоже, я признаюсь, ну, виновен. То есть, это такая штука, вот как ты включаешь телевизор, у тебя пульт, там, 50 каналов кабельного, там, как мой папа делает. И вот, и все, ты клацаешь. Просто, ты даже не смотришь, тебе нужно проклацать. То же самое, ты вот заходишь в интернет, тебе нужно проверить. Одну соцсеть, вторую соцсеть, там, третью соцсеть, какую-то группу, какие-то сайты, и все, у тебя там часа нет, два или три, или дня. Вот и все. Мы отвлеклись немного от него. Ну как, это, и отвлеклись, это, как бы, информация из контекста, думаю, тоже интересная. Может, кто-то задумается, блин, да, будет нас сидеть смотреть на ютубе, скажет. Поверь, не задумается. Нет, все, выключаю ютуб, иду там, на улицу, на турник. Вон, мы говорили, спорт это круто, так что. Да, сейчас вот тебя смотрят кто-то, сидит и залипает где-то в соцсетях. Параллельно. Прикинь, там игорские за скибой парят какую-то фигню по телеку. Ну, так это ж смотрю, они скажут, и все сразу станут смотреть тоже. Видишь, как система работает, чувак, мы именно в матрице. То есть ты как бы хочешь сказать людям, что типа не смотрите, не залипайте, но все равно она затягивает. Хорошо, интернет это такая штука, с ним нужно быть аккуратно, так же, как и с телеком. Что еще хотел спросить? Ты говорил, вот в Италии тебе получилось побывать там, пожить, да, сколько ты там жил? Ну, в общей сложности около четырех лет. Как это так получилось? Получилось просто, просто были лихие девяностые, никому не хотелось здесь оставаться. У нас город такой интернациональный был, работало очень много итальянцев в свое время, поляков, там что-то строили. Было же такое, что они у нас работали. Да, они у нас работали, мы им золотом, кстати, платили тогда. Строили у нас жилье поляки, итальянцы строили всякие предприятия, трубные заводы, еще что-то там. Вот, и очень много девушек, естественно, повыходило замуж. Вот, в Италии очень крупная украинская диаспора. Вот, соответственно, не проблема была связаться с кем-то. То есть были люди, которые подсуетили тогда контракты рабочие. Тогда это все очень просто делалось, не так, как сейчас. К сожалению, тогда даже в Киеве не было еще и посольства, да, только развалился Советский Союз. Украина только начала существовать как отдельное независимое государство. И все еще посольства, консульства были в Москве. Поэтому мы торжественно ехали в Москву, занимали там очередь трехдневную, стали ночами, там выстаивали. Но, в конце концов, мы приходили, получали себе продляемую рабочую визу настоящую. Вот, и ехали, работали. Работа неблагодарная. То есть ничего на самом деле не изменилось за последние 15-20 лет. Все как было. Большинство, куда сейчас ездят, только тогда все это еще только начиналось. И тогда совсем другие деньги платились. Лучше или хуже? Лучше, конечно. Вот, то есть тогда платили у нас в Украине купонами всем. Помнишь, такие штуки были, фантики. Когда мы все миллионерами были. Которые были, да, миллиарды, миллионы, их печатали на ксероксе. Это правда. Люди потом… Жвачки за пять тысяч. Ну вот, ехали мы, открыли нам эти все контракты, сидели, работали. Это мюзик-холлы, это ночные клубы. А ты там именно по танцам работал? Да, да, это был коллектив танцевальный. И мы поехали, работали. Вот. И плюс, я же говорю, что была возможность обучения. То есть я не жалел на это денег. То есть обучался там где-то как-то чего-то. Вот. И приехал сюда с определенным багажом знаний. Ну, до Италии мы еще у себя в городе открывали большие школы танца. Они пользовались популярностью, потому что тогда ничего больше не было. Нормально себя чувствовали. В золоте ходили, на тачках ездили. На тачках ездили, на такси. На такси. Ну, тогда, я думаю, это было… Потому что наши люди тогда на такси в Булочную не ездили. А вы ездили? А мы ездили, да. Потому что я раз в 10, в 15 больше своей мамы зарабатывал, которая работала на нормальную советскую зарплату в 120 рублей советских. Вот. И вот как-то так. Круто. Вот. А что касается оплаты тогда по тем зарубежным контрактам, могу сказать, что если сейчас у нас люди в Китае едут на зарплату в 1000 долларов, тогда нам платили 100 долларов в день. Ну, тогда в пересчете на доллары наши люди получали 15 долларов в месяц зарплату. Вот. И квартира в Киеве, и квартира в Киеве, однокомнатное стол, 5000 долларов. У тебя уже должно быть тут пару квартир. Оно должно было бы быть. Прогулял деньги. А то. А то. На самообучение все. Да, в себя вкладывать это важно. Еще вот такое интересно узнать. По-любому же как-то тебе, ну, простыми словами там вскрыло мозг, когда ты из Советского Союза приехал в Италию. Вскрыло. Какие у тебя вообще были ощущения? Ну, к хорошему быстро привыкаешь. Да какие ощущения? Да какие ощущения? Нормальные ощущения. Вот. Нормальная страна, нормальные люди, нормальные отношения. Научили работать сразу. Раз за четыре тебе впарили штраф нормальный, и ты сразу стал нормально работать. Не по-советски, а по-нормальному. То есть нормально стал к работе относиться. Хорошо работаешь, хорошо зарабатываешь. Да, на самом деле так и есть. Адекватный подход. Потому что там люди работают очень много, намного больше, чем у нас, даже сейчас. То есть они очень рано встают, очень много работают. И, соответственно, тогда они нормально жили. Сейчас они живут плохо, потому что, к сожалению, кризис казнулся всех, не только нас. Когда там ввели евровалюту, там все совсем плохо стало. Потому что, когда я еще там работал, там была итальянская лира. И все жили счастливо, хорошо, зажиточно. А потом им предложили пойти в Европу. Оба. Как в одном КВ не было сказано. Хорошо. Очень интересно. Но продолжим. Такой вопрос, который я всем задаю. Ну, так или иначе, тут у меня в гостях люди, связанные с танцами и с музыкой. Какую музыку ты слушаешь, какую ты любишь? Абсолютно разную. Абсолютно. Ну, понятно, что воспитывался я на какой музыке. Соответственно, то, что ты танцуешь, то ты и слушаешь, как бы. Ну да. Абсолютно любую музыку могу слушать. Начиная от хард-рока. Не, ну, рок, как говорится, это классика. Скажу так. Скажем, я могу сказать, что я не слушаю. О, это интересно. И не слушал. Советские попсы никогда не слушал, русское сейчас. Ну, не люблю я. Ну, как же это вот попеть на дискотеке, попить и попеть в коробке песню. Украинская популярная музыка. Тебе нравится что-то из теперешнего или из предыдущего? Да, все стандартно. Люблю Океан Эльзы, люблю Вопли Ведоплясова, еще какие-то штуки. Ну, то есть, ну, это все выборочно. То есть, мне нет, я не убитый меломан, который там сидит и задротствует тому, и у меня там 10 тысяч групп знают, там еще что-то, знаешь. Жизнь такая короткая. Сейчас такое огромное количество информации к нам приходит, что ты просто уже для себя какие-то вещи, вот твой мозг берет, оставляет то, что тебе конкретно нужно. Ну, да, расставляешь приоритеты. Да, вот и все. Да, хорошо тебе, вот мне нужно именно коллекцию собирать, чтобы потом... Я шарю, я шарю. чтобы потом на фестах 500 тысяч миллионов участников... Ну, это же твоя работа просто, поэтому... Да, ну... Да. Хорошо. Про музыку я спросил. фестивали, которые... там, ты с Костей, там, как Udance вы делаете. Приглашали вы таких значимых всемирно танцоров, что ты можешь сказать, ну, какие-то там... ты вынес, я не знаю, выводы, какое-то вдохновение, там, от общения, там, я не знаю, общался ли ты с этими ребятами, там, тот же мистер Вигглс, там, и, ну... Напрямую, к сожалению, нет, через переводчика. В этот раз им был, ну, как, не странно, Озон. Озон, привет. Вот, потому что, ну, скажем так, так получилось, что Язона попросил помочь мне, он помогал там его встречать, веселить там, поэтому я, к сожалению, и к моему большому студу английским пока что не владею, надеюсь, я это исправлю, но большинство европейцев, те, которые приезжают, они знают так или иначе итальянский, поэтому мне проще в этом плане, да. Скажем так, французы все понимают, половина из них говорит, то есть тот же Ньяка, тот же Мамсон, тот же Брюс, они все, ну, как бы, это не есть проблема, вот, потому что романская группа языков очень похожие языки, то есть. Это романская группа языков называется? Да, я тебе как филолог говорю. О, ты по образованию филолог, да? Да, украинская мова, это литература. Ничего себе. А то. Так что ж мы тут оце говорим, не по-нашему. Не по-вашему. то есть, ну, как бы, ничего такого особенного ты не можешь сказать, что там прям кто-то тебя прокачал, ну, может, какие-то выводы там, какое у них мышление, какое у них отношение, или, просто хочется параллель провести между, как бы, европейской тусой и нашей тусой, там, судя по, или танцором. Не нужно никакой параллели проводить. Я за последние пять, там, шесть лет так получилось, что мы практически делали здесь историю, создавая здесь это движение, потому что, ну, на самом деле, наверное, не знаю, в Киеве из тех танцоров, которые сейчас только начинают развиваться, там, последние два-три года, мало кто знает, что первый андеграундный фест прошел именно в Сумах, потому что он тогда еще не переезжал в Киев, назывался он тогда Open Air. Да, я что-то такое слышал. Вот, вот, первый раз он прошел в 2006 году, вот, второй фест мы провели в 2007. А кто тогда судил? Уже приезжие гости были? Да, мы тогда пригласили Озона, для нас он приезжий гость был. Папа Озон. Вот, из украинских он был единственный судья. Вот, судил Айс, есть такой танцор российский, он сам из, не знаю, честно говоря, он сам из Дальнего Востока, вот, не так давно он переехал в Москву, ну, несколько лет, то есть, как бы, очень хороший локер крутой, ну, на самом деле, он все танцует, но, вот, и был такой Алекс Руссо, может, помнишь. Он, по-моему, недавно тоже где-то, где-то что-то я видел, имя это. Тоже, как бы, его специализация основная локинг, но он, как бы, танцует все, и фактически, можно сказать, что этот человек привез сюда андеграундные стили в Украину, потому что до него, здесь были только организации, об этом мы чуть позже коснемся, вот, потому что к этому я тоже руку приложил. Я вот помню про этот Open Air, я, по-моему, анонс видел как раз-таки еще тогда на сайте Укрден. Короче, сделали мы этот фест, вот интересно, просто есть очень много видео в сети, и кто загуглит, посмотрит, и увидит там молодых Зулу, очень молодых, которые первый раз туда приехали. Да, это реально очень интересно. Они туда с хмелем двойки танцевали, да. Барышева молодой, который очень молодой, Максимуса молодой, который еще не такого максимального. Да. У него, кстати, тогда первый баттл с Барышевым был. Энджи, Вано, ну, короче, ну, там куча. Да. Куча ребят. Эльми, Эльми тогда не было, по-моему, нет, он не приезжал. А вот, из Харькова там, ребята, та же клубничка там танцевала, еще маленькой. Да. Да. Вот, ну, то есть, знакомые все лица. А, кстати, кто там еще был? Ушаков там был, кучерявый такой, есть. Потлатый. Да, потлатый. Санти. Санти, с Федей они приезжали, Федя тогда крампил еще. Федя. Ушаков, Федя. Брат его. Что ты видел на Инстаграме? Ну вот. Короче, исторический фест на самом деле. Да. И вот, собственно… Может, когда-то стоит выпустить какое-то видео? Ну, есть оно, да. Вот. И, собственно, оттуда, на самом деле, все и пошло. Это потом уже появился UDS там и все остальное. Кстати, очень жалко, что он больше не проходит, потому что, на самом деле, тоже, ну, как бы, свою лепту в историю он внес. Вот. До тех пор, пока в Киеве не началась движуха. Не, ну, UDS, я знаю, еще задолго до этого у них там какая-то началась текучка. Вот. А, собственно, из-за этого, из-за этих фестивалей я в Киев переехал, собственно, потому что я приехал в Киев искать помещение под OpenUA, мы потом его так обозвали. Вот. Нашел SkyHall. Вот. Мы, кстати, тогда провели здесь, всего два раза OpenUA провели. Вот. И на первый OpenUA очень много людей пришло, и как бы реально движуха была не хуже, чем на Адреналине. Реально. И тогда еще иностранцы к нам приехали. Так капелла тогда была? Это уже на второй раз. А. Вот. Первый раз тогда судил Мамсон. Он приехал вместо, в срочном порядке он приехал вместо пилока, который завтыкал свой билет. Вот. И об этом мы сейчас тоже поговорим, если у нас время останется еще. Да. Как-то сжато можно. Вот. Тогда Алекс Русов тоже приезжал, судил. Ну, то есть очень прикольные фестивали были. Вот. А потом, в 2008 году, когда грянул кризис, вот, мы должны были еще один фест проводить. Ну, так получилось, что все спонсоры, которые тогда подписались, они слились, и мы сделали паузу. И съели Twix. Ну, тогда я еще сам это все делал. Мы тогда с Костей еще не пересеклись. Ну, мы были знакомы. Мы вообще познакомились давно очень, еще в 2001 году. Вот. А уже непосредственно адренблей мы уже начали с Костей делать. Я понял. Что-то ты хотел сказать. По поводу. Только что ты сказал, что мы к этому еще вернемся. А, по поводу судей, которые провтыкивают все свои штуки. Да. Да, ребята, сейчас очень, сейчас тоже была ситуация у Одесситов, та же самая. То есть, что получилось? Они пригласили какого-то иностранного судью, не помню. Вот. Договорились с ним. Пустили рекламу. Все сказали, круто. Все, все дела. Вот. И потом, смотрю, появилась информация, что он съехал на своего менеджера, и менеджер сказал, ой, сори, он не может. Типа, билеты уже куплены, и так далее. Деньги потращены. То есть, организаторы влетают. То есть, ребята, это не серьезно. Я вам советую делать такие вещи. Прежде чем кого-то приглашать, во-первых, поймите, что очень много людей безответственных. Это обычные, ну, это для вас они здесь звезды, да, вы в Ютьюбе насмотрелись, там всякой шняги. Вот. А на самом деле, они обычные люди. Они такие же балбесы, как и вы. Вы можете провтыкать, опоздать, не прийти, там. Они точно так же могут провтыкать, опоздать, и не прийти, забыть. Потому что таких, как вы. Забить. Да, забить. Они подумают, да блин, в Украину лететь. Нет, телек посмотрели, ой, там стреляют, все плохо, не, не полечу. И в домик такой, ой, я в домике, все, я не поеду. И все дела. Поэтому очень внимательно к этим вещам относитесь, на самом деле. Лучше подписывайте контракты. Мы сейчас так и делаем. Подписывайте контракты. Это хоть как... Эти контракты, юридическую силу? конечно. Почему нет? Если человек ставит подпись, это уже имеет юридическую силу. То есть можно там, если он не приехал, допустим, из какой-то Франции, можно... А это смотри, что у вас в контракте написано. Если у вас написано, что это рассматривается в украинском суде, это один вопрос. Но лучше в украинском. Да. Ну, да. Ну, это же, мы же подписываем контракт, потому что события происходят на нашей территории, соответственно, оно должно рассматриваться здесь. Ну, ты же его потом не притащишь откуда-то там. Послушай, ну, это, собственно, все понятно, но это его авторитет. Есть официальный документ, который можно расшарить везде. Вообще, да. это не так все... Те, кто... Те, кто доржит своим авторитетом и серьезно этим занимаются, они думают, что... Да, это какой-то, наверное, когда-то должен появиться сайт с каким-то блэклистом. С тем же Виглсом мы условия контракта обсуждали полтора месяца, чтобы ты понимал. Полтора месяца у нас шли переговоры. То есть, мы ему прислали первоначальный контракт, через полтора месяца он практически на 50% видоизменился. То есть... По его инициативе? По... Или вашей... По нашим, по его, то есть, мы обсуждали какие-то пункты, какие-то не устраивали его, какие-то нас не устраивали. То есть, он не знал нас как организаторов, мы не знали, как он относится, потому что разные люди говорят по-разному, то есть, он очень сложный человек, несмотря на то, что он звезда, он прикольный, да, он здесь себя очень круто вел, все, но у него были разные моменты в его карьере и как судей, и как танцора, то есть, так, чтобы ты понимал, человек раньше в банде состоял. Ну, это как бы история хип-хопа с этого начала. Ну, ничего плохого там нет, на самом деле, ну так, на всякий случай. Главное, что он сейчас уже не в банде. Нет, он сейчас, он сам рассказал те истории, ржал, говорит, ой, ребята, мы такие штуки творили, мне так сейчас стыдно, говорит. Я читал, я когда писал, статьи переводил, там, у него на сайте его есть история брекинга, история вообще хип-хоп-культуры, его глазами, как он там был малым и тусовался со старшими, говоря нашим языком, на районе, они там ему учили всему и хорошему, и нехорошему, и вот, то есть, ихняя версия хип-хопа, как это было. Человек-легенда, человек очень интересный, он, пока он здесь был, очень много всяких штук рассказал интересных, то есть, которых ты не прощешь нигде, не увидишь ни в ютюбе, не посмотришь ничего, то есть, как бы, я очень рад, что он сюда приехал, несмотря на то, что это очень сложно было сделать, но он сказал, что мне здесь очень понравилось, типа, Ukraine forever, и я в любой момент от того вернулся, то есть. Ну, вот это, вот это круто. Круто, когда работаешь с людьми и, как бы, результатом этой работы, ну, остаются удовлетворены обе стороны, а не так, что, типа, блин, отработал и, короче, все, Игорь Энин, но все огнем. По поводу параллелей, то, о чем ты спрашивал, можно ли проводить параллели между нашими людьми, нашими тусами их. Скажу так, на данный момент у нас тусы намного атмосфернее, чем в Европе. То есть, это говорят многие, тот же Владик, когда он ездил в Штаты и попал на отбор Жуздебу, на штатовский, говорит, очень крутые танцоры, нереальный уровень, так все уныло, вот просто заходишь в зал, там просто вот унылое говно сидит, сори, за мой французский. Это литературное слово, в принципе, так что. Ну, наверное, ты вот тоже сейчас с нами ездил на Фанкин Стайлз, ты увидел, очень неоднозначно все. То есть, с одной стороны, ты смотришь на эту сцену и понимаешь, что уровень бешеный просто у людей, вот, а с другой стороны, то, что мы испытываем на том же адреналине, там, на других тусах, в других городах, вот тот кач, его там нет. Ну, его, к сожалению, там его нет, к сожалению. Ты не думаешь, что это может случиться и со всеми нашими фестами? А это все зависит. И дай бог. Я не знаю, от чего это зависит. Дай бог, чтобы этого не случилось. Скажем, ребята, которые ездят на тот же, на ту же тусовом Стардам, на Summer Dance Forever, на House Dance Forever, говорят, что там, там, там хорошая атмосфера, да. Но я тебе скажу, что на Фанкин Стайлз раньше была нереальная атмосфера. Ну, все, все говорили, что было круто из-за атмосферы, вот. Но он не в Берлине проходил, насколько я знаю. Он проходил, нет, не в Берлине. Они юбилейные решили сделать, да, в Берлине? Ну, они прошлое делали в Берлине. Но прошлое было атмосферное, мне нравилось. В этот раз что-то не сложилось. Как-то. Да, мы этого причину никогда не узнаем. Ну, в любом случае, было круто, то есть, по-своему. Ну, да, я всегда тоже говорю, вот, мы говорим про путешествия, что это очень круто вдохновляет, и нужно стараться как бы расширять кругозор, как минимум путешествием от монитора на улицу и куда-то дальше. Атонсорам я могу сказать, что если вы действительно хотите развиваться, не нужно, не нужно рассчитывать только на Украину. Да, в Украине нужно поездить, это всегда интересно, но делайте все-таки такой дальний прицел. Европа, Америка, потому что там эта культура формировалась, там эта культура развивается, и те ребята, которые ездили и сейчас начинают ездить, они тоже начинают понимать, это по ним видно, как они развиваются, то есть заряжаются этой энергетикой, это лучше 10 мастер-классов взятых, когда ты попадаешь в такую тусу и видишь этих людей вживую, не в Ютьюбе, а вживую, общаешься с ними, общаешься с ними, там все нормальные люди, никто ни от кого не прячется, то есть нет такого, как там в Москве на тусах там охрана там никому не дает подойти, там То есть там такое есть в Москве? Ну, было. Что там судьи охраняют? Ну, не то, что охраняют, вышли, зашли, то есть никто не может к ним подойти, там потусить с ними, поджимить, пообщаться. Зона VIP и все. Хотя разные люди, у всех райдер свой, то есть Виглс тоже не особо там Ну да, не бегал за обнимашками. Ну, ему просто это не нужно было. Он попросил тишины покоя, сидел там себе свои скетчи рисовал, рад и счастлив. Ну да, уже не тот возраст, чтобы бегать. Дело даже не в возрасте, ну, человек просто нереальное количество времени путешествует в дороге и, ну, мне кажется, у него просто сердце не выдержит, если он со всеми будет жемить подряд каждый день. Уже больше пятидесяти лет, пятеро детей, извините. Ну да, надо уже не только для себя здоровье беречь. Ну что, наверное, будем постепенно завершать нашу беседу. Постепенно завершай. Вот. хочу, чтобы ты, ну, ты уже сказал какой-то такой месседж, вот, может, еще что-то скажешь тем, кто со стороны своего опыта, те, кто вот пытается делать тусы, делает тусы там, может, не настолько масштабные какие-то советы. на самом деле совет один, делайте все от души и все получится. То есть, не пытайтесь делать тусы для того, чтобы заработать. Как только вы, вы заработаете один-два раза и все, больше не будете зарабатывать. Ну, на самом деле, честно, и то, если заработаете. То есть, по опыту скажу, что если вы действительно делаете хорошие, качественные тусы, как нужно для людей, а не просто для того, чтобы срубить капусту, то она как минимум ноль уходит, как минимум. А иногда в минус, а иногда в жестокий минус. Было и такое, разное было. То есть, этого не нужно бояться, это происходит. Но нужно быть готовым. Это происходит, да. Нужно быть готовым финансово, то есть, прежде всего, организаторы, будьте готовы нести финансовую ответственность за то, что вы делаете. То есть, не нужно думать, что вы в любом случае выйдете в плюс. Бывает такое, что вы попадаете по разным причинам от вас независящих. Так бывает. И будьте готовы при этом выполнить свои финансовые гарантии для судей, для диджеев, для MC, для всего стаффа, который вы приглашаете. То есть, вот как-то так, наверное. Это для организаторов месседж. Да, поддерживаю. Ещё какой-то месседж о вообще развитии жизненном. Вот что, ну, такой сразу параллельный вопрос напоследок, чем ты ещё интересуешься, кроме деятельности, сферы деятельности, своей книжки, фильмы, не знаю, книжки, фильмы, йога, не знаю. Сейчас, на данный момент, нет, ну, я люблю активный отдых, окей, разные абсолютно. Ну, там, зимой это лыжи, да, сейчас вот буду учиться на сноуборде, хочу очень. Вот, потому что, ну, лыжи прикольно, да, но сноуборд тоже интересно. Я брейкингом и сноубордом одновременно начал заниматься. Вот. Это то, что зимой, летом, там, допустим, интересно было, ездил там на рафтинг, там, да, прикольно. Это крутая штука. Да, крутая штука, очень-очень крутая, очень хороший адреналин. Кстати, вот название адреналин оттуда. Да? Да. Ну, я приехал после рафтинга, и мы думали с Костей, как назвать тусу. И я столько адреналина, реально получил, нету слова. просто. Говорю, прикольное название, давай, давай. Прикольно, вот, да, прикольно, когда такие идеи приходят, ну, сами собой. Не так? Ты сидишь и... Для тех, кто думает, что название адреналин связано как-то с энергетиком. Не связано, чуваки, не связано. Энергетик появился гораздо позже. И так совпало. Так совпало. Что он тоже так называется. Так, в счастье для энергетиков так совпало. Ну, как он появился, так он и да. Не знаю. Все покрыто мраком. Окей, это такие детали. Хорошо, наверное, на этой ноте закончим. в общем, занимайтесь танцами, занимайтесь спортом, ведите себя хорошо, делайте все от души, занимайтесь любимым делом. Это была передача «Наш кач». У меня в гостях был Александр Скиба. Спасибо. Спасибо за то, что пришел, за твое время. Костя Трофимов, тебе тоже привет. Костя, привет. До встречи. И, наверное, стоит сказать, что мы уходим на некоторый срок на каникулы, в загул и все такое. Новый год, ура! Так что всем с наступающим. Увидимся скоро. Следите за инфой. Это был Горский, Саша Скиба. Передача «Наш кач». Киев Диджейс. Peace. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok